Оставшийся в прошлом. Господин, поздравляем. Позволь поцелуя твои руки, господин. Господин с возвращением. Ты держался молодцом. Ты вернулся к нам целым и невредимым. Уйра, прошу. Уйра, прошу. Уйра, прошу. Позволь поцелуя твои руки, господин. Позволь поцелуя твои руки, господин. Назан не хочет спускаться к завтраку. Обе отправляют меня госпоже Шахнур. Я среди двух огней. Не знаю, что делать. Спускайся вниз. Что я теперь скажу госпоже Шахнур? Сестра, прошу тебя, не изводи так себя. Это трудные времена, но они пройдут. Чичек очень расстраиваются, когда ты так убиваешься. Подумай о ней. Всегда, Чичек, всегда, Чичек. Вы все только о ней говорите. Если бы могли, заставили бы меня извиняться перед ней. А мое состояние никого не волнует. Сестра, ты так говоришь, потому что нервничаешь. Конечно, мы волнуемся за тебя. А кроме того, на обиженных воду возят. Возьми себя в руки и спускайся вниз. Отдавай ее, Мерчик. Посмотри, какая вкусная кашка. Ну, давай, сынок, поешь. Ну, давай. Саваш, дорогой, как обстановка дома? Обстановка накаленная. Но ты не думай об этом. Как там умер? Он проснулся. Я который час уже пытаюсь накормить твоего капризного сына. Он пошел в папу. Я тоже в детстве капризничал. Отлично. Тогда приезжай и сам корми его. Хорошо, хорошо. Если будут новости, сразу дайте знать. Что с тобой? Что ты крутишься на одном месте? Ничего. Сегодня выходит, я в УЗ. Субтитры создавал DimaTorzok Прошу, господин. Весь ван стоит на ушах, господин. Все в нетерпении. Народ ждет тебя. Главенство зарабатывается уважением. Главенство зарабатывается не при помощи денег, а уважения. Снаружи ждут тысячи людей. Все полагаются на тебя. Давай, жми на курок. Жми на курок. Ты будешь главой. Господин, все в порядке? Ты витаешь где-то далеко. Все нормально. Субтитры создал DimaTorzok Брат, это Ибрагим. Твой любимый братишка. Прекрати. Я очень рад слышать твой голос. Ты в порядке, брат? Дай мне, дай мне. Дай, говорю, дай сюда. Я буду там вечером. Приезжай, брат, поскорее приезжай. Мы ждем тебя. Дай телефон. Я ждал, пока ты приедешь, но я не выдержу и скажу. Я получил желанные оценки в университете. Отдай мне телефон. Что это за завтрак? Вы все как будто в рот воды набрали. А что ты предлагаешь делать, Пала? Чтобы мы пели с утра, как соловьи? Мы позавтракаем, а тогда уже и... Мы еще толком не проснулись. Не все такие бодрые, как ты с утра. Я пойду, с вашего позволения. Иначе я опоздаю. Саваш, отвези Чичек в школу. Ребята отвезут ее. Чичек, подожди, мне тоже нужно идти. Подожди меня. Приятного аппетита. Что случилось? Омя, что ты наделал? Я не успеваю брать в одной стороне, как ты разбиваешь в другой. Сиди здесь. Осторожно. Слушаю, мама. Как что делаю? Мучаюсь твоим внуком. Он стал несносным. Повсюду разбросал кашу. Теперь опрокинул на себя стол. Мамочка, он такой неуклюжий. Нет, он без помощи пошел. Я так разволновалась, что потеряла дар речи. Привет. Не нужно так, мама. Хорошо, мамочка, хорошо. Хорошо. О, Мер. Ты себя хорошо ведешь? Ладно, я отключаюсь. Я потом перезвоню тебе. Севги, добро пожаловать. Прости, пожалуйста. Не говори глупостей. Молоко. Я забыла про молоко. Какая же я неумеха. Ничего не успеваю. Не успела сделать одно, как наваливается другое. Я совсем поглупела. Оставь это, оставь. Оставь, я сама сделаю. Спасибо. Большое спасибо за подарок, Чичек. Ты зря беспокоилась. Не за что. Мне очень понравился, правда. Как дела в школе? Ты, кажется, пока не очень загружена. Проще простого сказать, что сын похож на папу. Не получится, глава Саваш. Приезжайте и уделите время сыну. Алло. Ладно. Я позже перезвоню тебе. Я сейчас за рулем. Кажется, он занят. Севги. Севги. Ты меня не слышишь? Нет. Меня волнуют проблемы с офисом. Нужно поскорее решить их. Снова новости о мошенничестве, уважаемые телезрители. Фирма, известная под названием «Инвестиционный консалтинг B&B», имеющая крупные счета в заграничных банках, была замечена в махинациях со сбором денег соотечественников. Банда, состоявшая из пяти человек, в результате ночной операции присвоила миллион лир своих клиентов и скрылась. Главарь банды Гюляй Елмаз и четыре ее соучастника объявлены в розыск. Главарь банды Гюляй Елмаз и четыре ее соучастника Что ты теперь будешь делать? Я разговаривала с мамой. Вечерним рейсом мы полетим в ванну. Все будут там, вся семья. И мне нужно быть там. Чичек, я не поеду. Пойми меня. Мне не стоит ехать. Смотри, кто идет. Спасибо, что подвез. Одна из богатых родительниц, наверное. Наверное, злится, что муж и привез, но не вышел. Музыка. 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 Послушай, прошло всего ничего с тех пор, как твой дядя встал на ноги. Если он услышит плохие новости, он снова может слечь. Поэтому будь осторожна. Следи за своими действиями. Прошу тебя. Что вам нужно от меня? Мне в этой тюрьме не позволено даже вдоволь позлиться. Лучше открой глаза вместо того, чтобы открывать рот. Мы переживаем горести и радости внутри себя. Есть много людей, которые позавидуют нашей радости и порадуются нашим несчастьем. Таких много. Я пока только предупреждаю тебя. В следующий раз перейду к действиям. Я в УС выходит. А мне никто и слова не скажет, если я не надавлю на Фидан. Я пережил операцию, но не умер. Я мужчина в этом доме. Вы не посоветуете со мной? О чем тут советоваться? Выходит и все. Сестра, ты, кажется, забыла, что было пару лет назад. И угрозы Ахмеда Морана ты забыла. Нужно быть осторожными. Это дело закрыто, Пала. Мы теперь родственники с Моранами. Если вот-вот родится внук... Молодец, Пала. Ты опять стоишь на ногах. Ты так и ищешь повод, чтобы утомить себя. Доктор сказал ходить, ты сама слышала. Он сказал ходить, а не стоять на ногах. На все найдется ответ. На все найдется ответ. Ступай и полежи немного. Ты обожаешь вздремнуть после завтрака. Давай. Давай, давай. Кажется, проблем нет, но нужно все равно просмотреть заново. Ясно. Скажи Мехмету, чтобы зашел ко мне. Конечно, господин Саваш. Войдите. Входи, Мехмет. Мы как раз хотели вызвать тебя. Какие-то проблемы, господин Саваш? Нет. Просмотрим информацию вместе, прежде чем я уйду. Я утром изучил информацию о тендере. Похоже, никаких проблем нет. Отчет будет готов через несколько дней. Ты хорошо освоился на работе. Делаю все от меня зависящее. Спасибо. Ясмин, собирайся. Пойдем улаживать дела с офисом. И еще сегодня нужно дать объявление в газету о поиске новых сотрудников. Ладно. Один Омера и сразу пойдем. Омера мы с собой возьмем? А что делать, Тевги? Я не знаю, как все успеть. Хотя бы ты так не поступай. Ну хорошо, не злись. Я так сказала, полагая, что тебе будет трудно, я помогу тебе. Ты только не расстраивайся. Идем, маленький. Ответь, ответь. Я пропал. Ах, Гюляй. Как ты могла так поступить со мной? Как? Йовусмарон выходит. Теперь пришла наша очередь. Мустафа, попридержи язык. Нет никакой очереди. Только попробуй ввязаться в неприятности. Тебя не защитит ни один человек. Что это? Я родила тебя не за тем, чтобы ты слонялся без дела. Ты продолжишь учебу. Какую учебу? Молчи. Мне пришлось подключить сотню знакомых, чтобы оформить тебя в школу. Ты как миленький пойдешь в школу. А потом, как брат, продолжишь учебу в университете. Ясно? С выздоровлением, маменькин сынок. Твой глаз прошел? Так нельзя, я говорю. С выздоровлением. А ты пытаешься пройти мимо. Не издав ни звука. А потом я расстраиваюсь. Когда я расстраиваюсь, я становлюсь нервным. Понял? Я отдал в прошлый раз. Что тебе еще нужно? Отстань, я пройду. Кажется, ты каждый день хочешь ходить с синяками. Подними деньги. Поднимай и отдай по-человечески. Поднимай. Молодец, вот так. Хороший мальчик. Сынок, я вуз. Матушка. Наконец-то я слышу твой голос. Я очень соскучилась, сынок. Ты приедешь в Ван к своей маме? Да. Приеду, мама. Приеду, пусть и с опозданием на семь лет. Я отключаюсь, сынок. Потом перезвоню тебе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Похоже, все идет отлично, Ясмин. Как хорошо ты сделала, что нашла это место. Можем начать работать уже завтра. Конечно, не хватает кое-чего по мелочам, но и это мы уладим завтра. Да, конечно. Купим какие-нибудь украшения. Давай. По-моему, он устал. Устал от баловства. Веб-дизайнер. Редактор. Для объявления пишешь? Да. Надеюсь, найдем кого-нибудь приличного. Севги. Что? Знаешь, что мне пришло на ум? Что? Нас может спасти кое-кто от этой суеты. Кто? Ситаре. Точно. Пусть приходит и приведет все в порядок. Было бы замечательно. Я сразу же позвоню ей. Звони, звони. Дядя Пала. Я немного прогуляюсь, Ан-дам. Ты только ничего не говори, Фидан. Но тетя Фидан будет спрашивать меня о вас. Ну, хватит уже. Вы хотите, чтобы я отсюда прямиком отправился на кладбище? Ну, что вы такое говорите? Упаси Аллах. Немного прокачусь. Не поймите неправильно, брат Пала, но госпожа Фидан сказала, что... Фидан то сказала, Фидан это сказала. Мое слово ни для кого в этом доме ничего не значит? Понятно. Вызови мне такси. Живо! Пришлите такси к Балдарам. В этот угол можно поставить большую вазу. Да, будет неплохо. Нужно купить что-то на стену. Омер. Иди, милый. Идем, идем. Омер. Что случилось? Что не так? Ну, не плачь. Тише, тише. Для меня очень важно преподавать здесь, как только закончится практика. Чичек Балдар. Да. Простите, а вы имеете отношение к семье Балдаров? Да. Я их невестка. Правда? Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Учительница, прошу вас, не стойте, присаживайтесь. Простите, я бы не хотела уже сейчас тревожить вас, но у меня будет просьба. О чем речь? Приказывайте, учительница. Я хотела отпроситься у вас на пару дней по семейным обстоятельствам. Я знаю, это неправильно в первый же день, но если бы это не было важно, я бы не просила, поверьте. Конечно, учительница, конечно. Учеба только начинается. Эта неделя будет ознакомительной. Сколько хотите, столько отдыхайте. Мой сынок проголодался? Любимый, ты пришел. Дорогая. Смотри, Умер помогает нам. Молодец, сынок. Моя любимая устала. Сынок, ты голодный? Очень голодный. Вот молодчина. Малыш пьет фруктовый сок? Смотри, кто пришел. Кто пришел? Почему не отвечаешь на мои звонки? Ты сказала, что комиссионные готовы. Позвони мне. Удалить номер? Удалить. Умничка моя. Орел мой. После занятий пойдем ко мне, ладно? Пойдем, конечно. Здравствуйте, друзья. Хотела бы познакомить вас с новой учительницей, госпожой Чичек. Здравствуйте. Здравствуйте. Она невестка в семье Балдаров. Правда? До встречи. Простите. Теперь понятно, откуда она такая умная. Некрасиво вы поступили. Вам должно быть стыдно. Вы выбрали для агентства отличное место. Мы тоже довольны. И дела идут хорошо. Теперь бы окончательно освоиться. Если вам что-нибудь нужно, я все устрою. Если нужно куда-то поехать, что-то купить, только прикажите. Вообще-то у нас сегодня есть очень важное дело. Правда, Севги? Что? Я говорю о господине Умери. С ним нужно посидеть. Хорошо, я согласен. Я заберу сына, и мы пойдем в парк. Будем вместе шалить. Только попробуйте. Пошли. Пошли. Пока. Попрощайся. Пока-пока. Пока-пока. Я забыла отдать Савашу кресло и коляску. Я сейчас приду. А ты проверь, чего у нас не достает. Хорошо. Идем. По-моему, тебе понадобится кресло. Моя любимая всегда приходит на помощь. Держите, господин Саваш. Я занят делом, жизнь моя? Пусть, потом научишься. Идем. Иди ко мне. У нас будет много времени научиться тому, чего мы не умеем. Я готов ждать. Любимый. Аська. Аська. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю, Бора. Куда ты пропала? Чего ты хочешь? Мои комиссионные, конечно. А почему ты не попросишь деньги у любовницы? Значит, ты узнала. Очень скоро Саваш тоже узнает. Будь осторожна. Если что-то подобное случится, у тебя тоже будут проблемы, не забывай. А я здесь при чём? Все думают, что только я мошенник. Но не забывай, что мы бывшие партнёры. На каждом договоре фирмы есть и твоя подпись. Или ты забыла об этом? Не доставай меня, Бора. Оставь покоя. Это ты оставь меня в покое, и у тебя не будет проблем. Сынок. Мы едем в парк? А на чём папа будет тебя катать? Мой золотой сынок. Мой золотой сынок. Мой золотой сынок. Девушки отдыхают Грустно, портилось настроение, ты сбегала из дома и пряталась в одной старушке. Только мне ты рассказала о своём тайном убежище. Это была первая тайна, которую ты мне поведала. Вспомнила? Как не помнить? Брат, ты мне сейчас так нужен. Что это значит? У тебя проблемы? Забудь. Я всё равно приеду вечером, поговорим вдоволь. Ты будешь там? Буду, не волнуйся. Брат, я очень соскучилась по тебе. Брат, я очень соскучилась. Брат, я очень соскучилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Никак не отпускает Прости меня У тебя и так много проблем Тот, кто попадает в этот дом, становится пленником Беги, спасай себя, Индам А вот и моя спасительница Слушаю, Назан Бора Ты в порядке? В порядке Все нормально Я знаю, что обидела тебя Но постарайся понять, пожалуйста Разве я хочу, чтобы так было? Понимаю, Назан Но и ты пойми меня Я хочу быть вместе с любимой женщиной Это преступление? У тебя странный голос Ты мне чего-то не договариваешь? Я не хочу в твоих глазах казаться капризным и слабым мужчиной Может быть Мы встретились не в то время О чем ты говоришь, Бора? Я стал человеком, который постоянно говорит о долгах и кредиторах Я не хочу взваливать на тебя свои обиды Ты всего этого не заслуживаешь Бора Встретимся завтра Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как странно Он словно сквозь землю провалился Вот где он? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не пристало бы так скрываться? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Ты стала красавицей Мы соскучились, господин Прошло много времени Как в старые времена, господин Посоревнуемся? Но у тебя одна сила А у машины их сотни Посмотрим Садитесь во вторую машину Садитесь во вторую машину Я не могу решать ему выходить за ворота Если он и вышел, мы не видели Не лги, глядя мне в глаза Вы весь день сторожите ворота Я умолял, но он меня не послушал, госпожа Фидан Разозлился Сел в такси и уехал Сказал, что хочет прогуляться Ох, пала Ох, пала Что за беда? Слушаю, Фидан Алло Молодец, пала Ты расстроил меня Где ты? Не беспокойся, Фидан Вы который день прячете меня дома? Ты в порядке? Я спрашиваю не за тем, чтобы притеснить А потому что я беспокоюсь Все нормально Я скоро приеду Скоро Эх, борец Твоя свобода закончилась Поторопитесь Глава скоро приедет А вы до сих пор не готовы Скорее, скорее Скорее, 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 скорее Я дам тебе поблажку, если хочешь Если обгоню, потребую платье Считай, что уже купил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хитрая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Ясмин У меня тут Омер обкакался Я хотел спросить, где подгузники? Они... Тише, тише, сынок Тише, тише Где? Наверху? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где ты сказала? Подожди Ты уверена, что туда их положила? Я всегда кладу в одно место, Саваш Здесь нет? Значит, закончились Нужно сходить и купить А как же Омер? Как вы ходили в пар, так вместе и сходите Ладно, ладно, но ты приедешь и поменяешь о меру подгузники Любимый, у нас много работы Я не могу бросить Севги Ясмин, пожалуйста Послушай, я всю неделю буду делать то, что ты захочешь Я не справлюсь, ты же знаешь Говорю же нет, Саваш Я отключаюсь Целую вас обоих Тише, сынок, тише Ну, не плачь Пойдем Куда они подевались? Лошадь скачет Брат Явус едет Играем, играем Приехали Добро пожаловать, глава С возвращением Глава, с приездом Здравствуй С возвращением Благодарю Спасибо С приездом, господин С приездом Спасибо С возвращением Брат, с приездом Здравствуй, Ибрагим Ты стал совсем взрослым С возвращением, господин Я тоже стал взрослым А? Господин, я жду платье Обещаю Стой, стой, стой Остановись Стой, стой, стой Поезжай-ка за этой белой машиной Приехал? Приехал Приехал Как его встретили? Как главу Хорошо Ступай Я все подготовила Чичек приедет И можем ехать Самолет не скоро Куда торопиться? Я соскучилась по сыну Приехали, сынок Вот так Вот так Видел? Мама не выдержала И приехала Ты жди А я сейчас приду Как раз вовремя Позволишь войти? Вы очень выросли Даже усы появляются Я каждый день постригаю, чтобы были пышнее Господин, ты голоден? Женщины накрыли стол Тебя ждут Нет, я не голоден Увидел вас и сыт Еврагим Ты пищевой инженер в Стамбуле? Да Молодец Я всегда мечтал учиться в Стамбуле Идемте Саваш Саваш, что происходит? Чей это дом? Чей это ребенок, сынок? Скажи что-нибудь Что ты так смотришь, Саваш? Во что ты ввязался? Дядя, присаживайся Идем, сынок Идем Мы очень устали, Ясмин Это опять Саваш? Может на этот раз он не нашел кашу? Нет, это не Саваш, это мама Да, мама Я очень соскучилась по Умеру, Ясмин Я хочу услышать его голос, подержи возле него телефон Я в агентстве, мамочка Умер не со мной, он дома Дома? Ты оставила ребенка незнакомой сиделки? Нет, мама Он с Савашем Не волнуйся Что Саваш понимает в уходе за детьми? Нет, так дело не пойдет Вы хотите загубить моего внука? Хорошо, мама Я и так уже собиралась выходить Как приду домой, позвоню Пусть твоя душа будет спокойна Обязательно позвони, ладно Пошли Ты поскорее поезжай домой Хорошо Держи Вылитый халдун в детстве Садись сюда Вот так Слушаю Вы назначите совещание на удобное им время Хорошо, мы подстроимся Понимаю Ясно Сынок Нет, не имеет значения, мы можем встретиться в нашем офисе Как они предпочтут Ладно Иди ко мне Потом обсудим это снова Тише, тише, сынок, тише Тише, тише, сынок, тише Брат Брат, ты куда? Прогуляюсь Мы тоже пойдем Я один прогуляюсь Нельзя? Можно, конечно Почему нет? Сходи к фортене У него усы, как у нас, не проклюнулись, но взрослел Дочка Дочка, ты не волнуйся Саваш мне обо всем рассказал Но будь спокойна Сестра об этом не узнает Как вы считаете нужным, так и будет Я понимаю тебя Ты чужая нам и нашей семье Но не волнуйся Саваш мне как сын И теперь ты тоже мне дочка Я не выдам вашей тайны Очень признательно, спасибо Спасибо Я не хочу вас расстраивать, но эту проблему нужно поскорее решить Не расстраивайся, Ясмин Я поддержу вас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, мама Шахнур Здравствуй, Чичек Идем, поговорим с тобой по душам Идем, идем Идем Когда ты поедешь встречать брата Вылетим вечерним рейсом Ты разговаривала с родителями? Да Хорошо Поезжай с добром и с добром возвращайся Благодарю Благодарю Если позволите, я поднимусь к себе Мне нужно собираться Саваш приедет и отвезет тебя Ладно Послушай Ты родственница А твой брат враг Понимаешь? Ты любимица в этом доме Честь Саваша Мать его будущего ребенка Но это одно дело А то другое дело Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что я не знаю. Что с тобой? Ничего, отстань. От тебя за версту несёт алкоголь. Ты что, пил? Пил, и что такого? Где ты ходишь так долго? С одной стороны ты, с другой твой отец забыл дорогу домой. Не начинай, мама. Я разберусь с ним, тётя Фидан. Настоящий глава знает, что происходит в его доме. И ведёт себя соответственно, а наш и носа не покажет. Слушаю, мама. Где ты, Саваш? Я уже еду, мама. Что случилось? Чичек нужно отвезти к Муранам. Ты должен сделать это. Ты! Я скоро приеду. Дядя, поехали? Поехали. Сладких снов, мой золотой. Давай, сынок, поторопись. Если поздно приедем, нам обоим достанется. Старик, если ты не расскажешь, что случилось, как я смогу помочь тебе? Ничего. Что значит ничего? Разве мужчины плачут? Ты что? Сынок, не хочу тебя расстраивать, но что ты намерен делать? Не знаю, дядя. Но я найду выход и в самое ближайшее время. Уладь это дело, пока не узнала твоя мать. Иначе неизвестно, что будет. Я никому не позволю обидеть Ясмин и умер, дядя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушаю, папа. Сейчас выхожу, папа. Хорошо. Здравствуй, мама. Тетя, как дела? Здравствуй, Саваш. Ну и ну. Что я опять сделал? Сколько раз я предупреждала тебя, Саваш. Ты глава. Позаботься о доме, о клане и о жене. Я тебе говорила, а ты? Ты с трудом находишь дорогу домой. Но в результате каждый раз нахожу, правда, мама? Я готова. Мы можем ехать, если хочешь. До свидания, сестра. Давай. Счастливого пути, дочка. Отдай ключи. Чечек, как дела в школе? Неплохо. Никаких проблем нет? Нет, нет. Никаких проблем нет. Куда они подевались? Мы опаздываем на самолёт. Сейчас приедут. Здравствуйте. Вы бы вообще не приезжали, чтобы мы здесь остались. Садитесь в машину. До свидания, Саваш. Счастливого пути. Фитидан. Пойми, меня тоже пола. За весь день не присяду. У одного уроки, у другого еда, у третьего лекарства. И что в результате? Ты одни номера откалываешь, твой сын другие. Что с тобой? Ты не слилась утром на Халдуна. Только теперь одумалась? Одним утром не обошлось. Я ещё и получаю упрёки от сына. Я покажу ему, как упрекать тебя. Не трогай Халдуна. Не пытайся прикрыть свою вину за проделками сына. Палла. Добро пожаловать, господин. С приездом, господин. Спасибо. Где Явуз? Спит, господин. А Ибрагим и Яхья? Они тоже легли. Нет, ты только посмотри на это. Мы проделали такой путь, а они спят. Выходит, я не научил вас уважению. Я знаю, как разбудить их. Погоди, он устал с дороги. Оставь его в покое. Утром увидимся. Это ты во всём виновата. Из-за твоего попустительства. Ступайте спать. Я потом приду. Рассказывай, как ведёт себя Явуз? Степенно, господин. Но, к счастью, он не лишился власти и силы. Как его встретили? Как короля? Видел бы ты. Устроили настоящее пиршество. Хорошо. Прекрасно. Если началось пиршество, в жертву зарежем животное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идём. Посмотрим, кто пришёл. Ну-ка, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама? Я приехала, Омир. Мой внучок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходи. Бабушкино сокровище. Я приеду через час, Бора. Отлично, любимая. Я приеду пораньше. Хорошо. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё не проснулся? Скоро проснётся. Я не выдержала вчера, посмотрела, как он спит. Он очень похудел. Нужно как следует позаботиться о нём. По-моему, брат выглядит отлично. Мы вчера прекрасно поговорили. Вы бы видели, как его встречали. Он сказал, что мы выросли. Сразу заметил наши усы. Брат! Сыночек мой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С возвращением! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, садись за стол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зять не приехал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ясмин, скажи правду. Эта женщина по имени Шахнур ничего не знает. Нет, мама, я сто раз повторяла, что она не знает. Саваш сказал матери, что мы расстались. Хорошо, пусть так и думает. Иначе она причинит тебе и о меру вред. Саваш всё уладит, мама. Не беспокойся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неван, что тебе нужно, Мехмед? Как некрасиво. Я пытаюсь поговорить по-дружески. А ты что делаешь? Мехмед, скажи, зачем ты звонишь? Чтобы упрекнуть тебя. Друзья покупают подарок, приходят поздравлять. Например, табличку для моего нового кабинета. Прекрати зря угрожать мне. И наслаждайся своим кабинетом, потому что ты скоро лишишься его. Почему это? Я рассказала Савашу о ребёнке. Теперь он всё знает. Что случилось, Мехмед? Ты замолчала. А госпожа Шахнур знает? Если хочешь, я сообщу ей прекрасную новость. Что скажешь? Что-то не так? Ты замолчала, Ясмин. Что случилось, Ясмин? Что говорит Мехмед? Он теперь угрожает, что всё расскажет Шахнур. Ясмин, будь осторожна, дочка, умоляю тебя. Мы должны скрывать от Шахнур, что умер ваш ребёнок. Ни в коем случае не говори Савашу о Мехмеде, умоляю. Мехмеде, умоляю тебя. Саваш прав, что не приехал, Чичак. Ни в коем случае не злись на мужа. Как он приедет? У него есть иной выход? Всё-таки я его... Вы ладите? Он не обижает тебя? Нет. Очень хорошо относится. Не волнуйся. А быть невесткой семьи врагов совсем непросто. Но всё наладится. Обещаю. Наладится. Всё будет хорошо. Обещаю. Господин! Возвращайтесь домой. Господин Ахмед сказал. Будут резать барана. Идём. Пошли. Твой дядя ничего не сказал. Скажет маме. Нет. Не беспокойся. Я очень устала. Я не хочу больше говорить с тобой об этом. Я хочу жить спокойно с тобой и с сыном. Любимая моя, лучше бы я не говорил тебе по телефону о ростовщиках. Я огорчил тебя. Ты не вбивай себе это в голову. Я всё улажу. Не знаю как, но всё улажу. Не волнуйся. Всё будет в порядке. Бора. Если ты меня любишь... Назан, пожалуйста. Не делай этого. Правда, не нужно. Пожалуйста, Бора. Оно хоть как-то пригодится тебе. Будь я в том же положении, ты бы разве не сделал для меня того же? Конечно, сделал бы. Я готов ради тебя горы свернуть. Но я не могу взять это. Назан, не могу. Бора, пожалуйста, возьми. Пожалуйста. Ты очень дорог мне. Для меня существуешь только ты. Только ты по-настоящему заботишься обо мне. Я очень люблю тебя. Как скажешь, Назан. На этот раз возьму. Потому что очень сильно люблю тебя. Потому что не хочу, чтобы ты волновалась за меня. Хорошо, что ты есть. Ты останешься ещё ненадолго? Тебе повезло, что у тебя есть такой дядя? Да. Меня хоть кто-то поддерживает. А как же мы с Умером? Погоди, погоди. Отоиди. Ибрагим. Слушаю, папа. Иди сюда. Если баран режется для ВУЗа, на этот раз это сделает Ибрагим. Держи. Зарежь барана для брата. Нет, папа, я не буду. Я не смогу. Режь. Не сможешь? Давай. Нет, не нужно. Папа, умоляю тебя. Я не могу. Зарежь. Ты сын главы. И ты зарежешь его. Режь, 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 сказал. Нет, папа, я не могу. Режь живо. Давай. 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 Вставай. Дай нож. Алгаза чтет это Аллах, папа. Поехали в Стамбул. У нас много дел. Приятного вам аппетита. Мне нужно ехать в агентство. Я забросила дела. Севгей будет злиться. Я не хочу с тобой расставаться, но и мне нужно ехать на ферму. Я не хочу с тобой расставаться. Давай, пойдем со мной. В чем дело? Бей. Что? Бей. Бей его. Сбей с него спесь. Дай я тебя. Возьми деньги и купи себе бинты. Подними деньги с земли. Подними деньги, сказал. Пошли отсюда. Кто это? Наша невестка? Молодец. Ты хорошенько проучил его. Доброй ночи, дочка. Пошли, Ибрагим. Ибрагим. Выходи. Я отвезу тебя. С ума сошел. Тебе не пристало отвозить ее. Это неправильно. Много чего есть неправильного. Ибрагим. Что делает мой сынок? Твой капризный сын поел кашу, его клонит в сон. Ты зря называешь его капризным. Его бабушка приехала, подняла настроение. Я люблю тебя. Я еще позвоню вам. Хорошо, любимый. И я тебя люблю. Ты знаешь, который час? Откуда ты идешь так поздно? Я ходила за покупками. Что такого? Я запрещаю тебе. Только я слушаю тебя. Поэтому ты командуешь мной, не так ли? Зайди в дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дадите мне воды? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень пить хочется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фильм озвучен ТОО «Примм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА